Рад приветствовать вас! Спасибо, что вы с нами на влиянии. Я не один сегодня. Я рад предоставить своего друга, сослужителя, пастыря, епископа церквей из Украины, пастырь Юрий Коновалов. Приветствую! Здравствуйте, дорогие телезрители! Мир вам! Очень рад. Спасибо огромное за возможность служить сегодня Божьему народу. И спасибо за приглашение быть в этой студии вместе с вами. Прекрасно! Ты как будто и не уезжала. Мы с тобой довольно-таки часто встречаемся. Слава Богу! Слава Господу! Служение пастыра Юрия Церкви Днепропетровск вещается на телеканале, поэтому знаю, что вы благословенный. А особенно те ежедневные репортажи, которые приходят от вас, новостные, они тоже держат нас в курсе событий, что происходит. Церковь совершает вашу колоссальную работу, большую работу. Мы об этом будем сегодня говорить. Кстати, пару дней назад ты как из Израиля, из Святой Земли. Знаем, что там тоже совершаются определенные события, связанные с народом Божиим. Налаживаются отношения дружбы, углубляются отношения дружбы между Днепропетровском и Хайфой и всеми теми регионами. Я рад этому. Я весьма рад этому, и слава Господу. Ну и, понятно, и Сакраменто. Да. И Сеатл имеет свое место. Сто процентов. Поэтому настолько мы сблизились, согласно технологий, мы настолько сблизились, как будто мы и не расстаемся. Слава Богу. Кто-то на Фейсбуке постоянно. Мне один пастор говорит, встречаюсь с десятками пасторей ежедневно. Я говорю, как так удается? Фейсбук говорит. Да. Я говорю, ты знаешь, Господь лишил меня этого недостатка. Я его не имею, говорю, в Фейсбуке. Мне легче. И спать легче, да? Но это пока может быть. Может быть, пока. Но я пока стойко держусь, пастор. Я пока стойко. Хотя мои братья-сотрудники говорят, что мне пора обзавестись каким-то там айфоном. Но я стойко держусь и говорю, Господи, укрепи. Утверди меня. Слава Богу. Пастор Юрий, неспокойно в Израиле. Это другая сторона нашего вопроса. И знаю, что я сегодня озвучу интересную информацию преподамта, которая мало муссируется в средствах массовой информации, но тем не менее она достойна того, чтобы я ее озвучил. Сейчас идет активное противостояние против политики и направления премьер-министра Натаняху, который, как мы знаем, ратует полностью за то, чтобы Иерусалим был полностью неделим. Его же противники в предвыборной этой кампании, они говорят, что они готовы отдать половину Иерусалима, они готовы отдать арабам. То есть разделить Иерусалим. Вечный город Салим, царя небесного. Так вот, администрация Обамы, администрация с первых дней правления Обамы, президента Америки, нашего президента, он явно недолюбливал Натаняху. И это американцы знают. Те из нас, кто интересуется чуть-чуть политикой отношений между Израилем, а это должно нас волновать и Америкой, и другими странами, мы знаем, что Обама недолюбливал Натаняху с первых дней. Потому что Обама, когда он встал на престол, его мыслью было все-таки добиваться того, чтобы разделить Иерусалим и арабам отдать, как он говорил, то, что причитается им по праву. Хотя мы сторонники другого мнения. Так вот, знаете ли вы, или это для многих из вас будет сегодня новость, что тот менеджер, который был в предвыборной кампании Обамы, менеджер его предвыборной кампании, на сегодняшний момент он в предвыборной кампании противника Натаняху на предстоящих выборах. Его специально наняли для того, чтобы быть своим среди чужих, чужим среди чужих. Совершенно верно. Поэтому Израиль тоже неспокоен, но, пастор, во главу нашей беседы такое место Господь мне положил на сердце знаменитое. Мы называем ее первосвященнической молитвой, его словом Иисуса Христа, 14 глава Иоанна. «Мир оставляю вам, мир мой даю вам. Не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается». Говорим за Израиль, говорим за Украину. Я думаю, что как раз можно просто даже в масштабах всего мира говорить, потому что Израиль и Украина – это всего лишь две точки неспокойствия. И я думаю, что здесь лично мне помогает всегда понять ситуацию глобально. Агея, вторая глава, где написано в седьмом стихе, даже можно с шестого стиха, я процитирую, и, может быть, кому-то это поможет успокоиться. Говорим о мире среди бури, среди штормов. И вот лично мне помогает это местописание увидеть ситуацию глазами Слова Божьего. Агея 2, 6. Хотел выделить несколько важных мыслей. То есть потрясение перед вторым пришествием Иисуса на самом деле коснется всех народов. Просто в каждом народе, наверное, будет свой вариант потрясений. То есть я слышал недавно, может быть, пару месяцев назад, когда президент Обама публично в своей кафедре говорил, что сегодня Америка столкнулась перед серьезной проблемой. Это Эбола, вирус, то есть сверхдержава со всеми мощностями, она переживает за судьбу нации из-за вируса, невидимого какого-то вируса, который может истребить всю нацию. Если мы говорим о Ближнем Востоке, где сегодня неспокойствие, если мы говорим о Сирии, это новое государство исламское, если мы говорим за Украину, если мы говорим, ну, практически за любую, потому что здесь перечислено, потрясу небо, землю, море и сушу. То есть практически на планете Земля нету места, где бы не было потрясений. Почему? Черное море было потрясено, и мы знаем, чем в Крыму. Совершенно верно. Поэтому, когда мы говорим глобально, в масштабах мира, в масштабах всего, что мы сегодня наблюдаем, то это потрясение перед вторым пришествием Господа, желаемый, всеми народами грядет. Его шаги слышны, и мы понимаем, что это не может как бы обойти какую-то нацию, какой-то этнос, какой-то народ, потому что Господь хочет, чтобы все обратили внимание на Его грядущего Сына. Потому что этот мир, как беременная женщина, помните, Иисус говорил, что перед самими родами сложнее, 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 потому что мы стоим в преддверии рождаемости нового мира, мира, где будет все по-другому, где не будет уже свирепства дьявол, где не будет смерти, где не будет слез, будет мир, в котором будет править наш Господь. И поэтому этот мир, он как бы приходит к своему завершающему этапу, и мы видим, что параллельно, или скажем так, да, параллельно со всеми потрясениями Господь говорит, а дом мой будет наполнен славой. Что такое слава? Это мир, это спокойствие, это уверенность в том, что падут подли тебя тысячи и десять тысяч, а к тебе не приблизится знаменитый 90-й Псалом. То есть мы видим, как для христиан это не тема для беспокойства. Потому что когда Иисус говорил в 24 главе Матфея, мы читаем, да, проповедь на горе Елеонской, на том месте, где сегодня устремлены тысячи или миллионы людей, взор на эту местность, да, Он говорит, что будут глады, будут моры, землетрясения, будут войны, народ пойдет на народ, вот, царство на царство. Но что Иисус советует нам, христианам, живущим в последнее время? Говорит, не бойтесь и не ужасайтесь. Не бойтесь, ибо сему надлежало быть. Но это тот хороший момент, когда действительно, вот все, на мой взгляд, вот знаете, вещи, которые были основаны не на Боге, они должны рухнуть. Для того, чтобы пришел желаемый всеми народами, нужно, чтобы народы отказались от своих идолов, которые не суть Боги. И сегодня, если люди уповают на Мамонну, мы видим в этой местности, к примеру, это экономический кризис, который разбивает влияние Мамонны, и человек начинает искать Бога, как на Украине сегодня, да. Есть вещи, которые не купишь за деньги. То есть какое-то время назад люди думали, о, жизнь зависит от количества денег, и можно будет и то, и то, и другое. А когда сегодня доллар вырос, например, да, за один год с 8 гривен до 26 гривен, а все подорожало вместе с курсом доллара, то люди понимают, что нужно искать другую опору в жизни. Мамона уже подвела, люди разочарованы, экономика полностью разрушена практически. И, конечно, сегодня можно все списать на войну, но мы видим, как эти потрясения все-таки поворачивают сердца людей к Богу, живому и истинному. Дело в том, что, я думаю, не будет каким-то секретом или большой мудростью, сказанной с моей стороны, если в основе всего лежит духовная составляющая. Конечно. Говорят, как ты говоришь, можно на войну списать, можно списать на отсутствие каких-то предпосылок для экономического роста, можно списывать на то, что страна была в застое, коммунистическое наследие, мышление и прочее. Мы же понимаем, что в основе всего лежит духовный стержень, духовная составляющая. И духовный мир первичен. Несомненно. Все, что материализовано сегодня, оно уже произошло и имело место в духовном мире. 100%. Поэтому это причина-следственная связь, как мы говорим. Если бы не было причин для этого, не было бы и следствия. Но вначале идет причина. Какая причина? Друзья, ну, как служители слова, как служители слова, мы прекрасно понимаем. Мы в состоянии дать правдивую оценку и правильный анализ происходящего. Мы в праве, мы, как те, которым дана возможность и дана привилегия знать истину, понимать истину, разделять левое от правого, черное от белого, света от тьмы, жизни от смерти. То есть нам это дано право. И поэтому мы в состоянии проводить правильный анализ. Почему? Имея ум Христов, имея Бога в разуме, ты имеешь все. Политики могут говорить одно, но используя авторитет слова Божия, зная, что за этим стоит, ты прекрасно знаешь, что политик... Сегодня говорить одно, я это называю flip-flap. То есть это как климат в явлении природы. Сегодня дождь, завтра снег, то есть меняются одно и другое, и ты не знаешь, что день грядущий мне готовит. Но нам дано право, возможность, привилегии, я это называю привилегии, преимущества понимать более глубже, мы видим более глубже происходящее в этом мире. И возвращаясь, пастор, к первой мысли, что корень всего, корень всего, корень всего является богоотступничество. Сто процентов. Человек отступил от Бога. Говорят, одного я, одному пастору задал вопрос, говорю, почему написано, ну почему Христос так сказал... А, почему, да, я говорю, почему происходит то, что происходит, я так поставил вопрос. Почему войны, кровопролитие, почему недружелюбие, почему вражда, почему убийство и смерть. Ну, Христос так сказал в 24 главе. Я говорю, ну, отчасти это правда, но Христос не прогнозировал, Христос не... Констатировал факты грядущего мира. Он просто констатировал. Это происходит не из-за того, что Христос сказал в 24 главе. Конечно. Это грехопадение человека, еще, имея свое начало, от Адама. И оно идет по прогрессии, не по уменьшению, оно идет по нарастающей, совершенно верно. И поэтому, если мы это все понимаем, нам нечего и ни от чего устрашаться, опасаться, бояться или ужасаться. Почему Христос и говорил здесь, говорит, да не смущается сердце ваше и да не устрашается. И вот в этих ситуациях у нас есть возможность. Я с кем-то из братьев имел эфир на днях. Братья копцы есть такие, копец. Брат Виктор благословенный служитель, его родной брат Николай тоже служитель из Одессы, кстати. И мы говорили чуть-чуть на тему того, что в этот период мы используем Богом данную возможность для того, чтобы засветиться, в хорошем смысле этого слова, для того, чтобы проявить в этот момент церковь, дабы стала церковью, и начала исполнять веренно ей Богом служение, точно таким образом, каким образом делает церковь в Днепропетровске. Я знаю церковь в регионах Донецка, там делают славянского какого-то. То есть и вы можете, и вы это делаете. Вы заявили о себе во весь голос. К тому, что вот вы имеете возможность, и вы это делаете, демонстрируете, и помоги вам это Бог, да, демонстрируете предназначение Богом данное вам, демонстрируете, для чего это церковь. Пожалуйста, продолжай пасту. Я хочу вот вашу мысль, она очень действительно сегодня важна и актуальна для всех, кто нас смотрит. Не Христос виноват в том, что будет происходить, да, потому что некоторые, ну, Христос сказал, напророчествовал, наисповедовал, да, или что, и вот это проходит. На самом деле, что наш Господь, Он просто констатировал факты того, что будет происходить. Поэтому Он говорит, ребята, сему надлежало быть. Это неизменный факт, да, потому что грех, он имеет свойство распространяться и пускать метастазы, как опухоль раковая, которая переходит из стадии в стадию. Поэтому и для нас, как для верующих, вы очень правильно, Юрий Михайлович, я с вами согласен, говорите, что это время, которое церковь на этой земле должна использовать по максимуму. Потому что мое сердце, которое, ну, я от себя субъективно скажу, в последние годы, до войны, до вот этих событий, которые сегодня ужасают многих людей, оно переживало за то состояние общества, в котором находился мой народ. Когда в голове одни деньги, один материализм, мамонна, и люди перестали, ну, как бы, просто верить в Бога. Доходило до того, что, как бы, все уже, кто хотел, уверовали. А насчет новых людей, которые должны были приходить к Богу, было так тяжело, с таким скрипом. Людям проповедуешь, да зачем мне ваш Бог, у меня работа, у меня руки есть, у меня интеллект есть, у меня деньги есть. И доходило до такого ужасного состояния, что мое сердце просто, ну, разрывалось. Говорю, Господь, ну, где исполнение Твоего слова, что перед тем, как придешь ты, будет вот это потрясающее время последнего пробуждения, последней жатвы, когда тысячи людей будут приходить, вот как в 90-х приходили к Богу. И когда вот начались подобные события, и сегодня, когда мы кормим бомжей, к примеру, да, кормим людей, которые стали бомжами из-за того, что им негде жить. У кого-то есть куда-то уехать, у кого-то нету, и люди, убегая от войны, они сегодня ищут любую возможность, кто бы их накормил, кто бы им помог, кто бы, мы проводили недавно акцию милосердия для того, чтобы там одеть элементарные вещи людей, да, мало того, что мы как бы кормим в четырех местах города, просто полноценный обед, то есть и люди настолько за миску супа готовы свое сердце отдать Христу. Я не знаю, лучшего времени просто нету. Да, с одной стороны, это тяжелейшее время для всей нации, но с другой стороны, когда вот так приходят и каются, спасаются души, то я думаю, что это потрясающая возможность для церкви показать, кто на самом деле, ну, как бы, настоящая церковь, кто спускается на уровень народа и привлекает души, спасает взятых на смерть. Неужели откажешься от взятых на убиение? Говорил еще мудрый Соломон. И это очень хорошее время для того, чтобы нация повернулась к Богу, чтобы не просто на словах, когда все хорошо, ну, Бог нас помилует, но пока Украина не станет на колени перед Богом, Бог не поднимет ее с колен. И мы об этом молимся и верим, что этот момент, тяжелый момент, но Бог все-таки использует для того массового покаяния народа, который, призывая имя Господне, получит милость от Бога для того, чтобы этот народ все-таки познал живого, настоящего, реального Господа. Неоднократно задаюсь вопрос, пастор Юрий, неоднократно вопросом задаюсь. И в этом же вопросе нахожу ответ. В том, что насколько пагубно состояние человека, насколько негодно. Смотришь на нас в благополучии, в благоденствии, в преуспевании и в процветании. Нам не имется. К Богу не бегим. Смотришь на другую сторону. Смотришь, вот почему. И второй вопрос задаю себе. Думаю, как Богу смотреть? Как Господу смотреть? Господь, с одной стороны, дает все, написано подребное для жизни и благочестия. Все. Самое, что не есть. Особенно на североамериканском континенте. Здесь только живи, служи Богу, твори дела в Господне. Исполняя его волю до края земли. Проповедуя Евангелие. Все возможности. И финансами, и всем чем угодно. И вот, и вторая сторона та, что в этих преимуществах наших и наших плюсах мы теряем. Мы теряем. Неужели Господу угодно брать крайность? Неужели Господу угодно доходить до крайности, для того, чтобы возвратить человека лицом к себе обратно, опять опускать в такую глубокую долину, опять в такие глубокие... Вот почему такое испорченное сердце человека? Отчего? Я это вслух задаю вопрос и нашим зрителям. Чего еще нам не достает? Чего еще нам мало? Для того, чтобы мы в период, в день... Вот смотри, пастор Юрий, вот говоря, если даже за Украину, 20 лет, 20 лет украинский народ мог, по большому счету, церковь и использовала Богом данные возможности и свободы, массовая, как ты говорил, евангелизация, открытие новых церквей, массовое открытие разных служений. То есть украинцы сегодня, наши прилетели в Африку, и там украинцы, и там украинцы. Наши где-то там в Сингапуре, и там украинцы проповедуют. Наши на Кипре, и там, говорит, Украина приехала проповедовать. То есть везде молодцы украинцы. Но, тем не менее, что-то произошло не со стороны Господа. Это не Господь причина свою, что Господь допустил даже вот эти явления, вот эти вот аномалии, которые снова возвращают человека к тому, к первоначальному, ради чего он и должен жить. Да не ради пирога со сливками, да не ради спелых бананов или апельсинов, и не пепси-колы, не ради хорошей машины или хорошей квартиры, не ради этого мы живем. Все, что мы делаем, мы готовимся к жизни здесь. И если мы акцентируем, если мы в приоритетах акцент делаем на сиюминутном, проходящем, то, что цены, по большому счету, в себе не имеют, потому что снаряд попал, и все. Показали фотографию какой-то шикарного особняка где-то в предместях Донецка, и рассказывают, чем это было там, и кто там жил. А там одни руины развалены. Во мгновение ока. Во мгновение ока. Вот. И соседи охают, и бегают, и ахают. Какие деньги там, говорит, были вложены, и это все прахом пошло. А я так смотрю и думаю, вот такая и жизнь человека. Да. Точно такая, как настолько хрупкие мы, настолько хрупкие, и мы не понимаем этого. Вот ряд из наших зрителей, которые смотрят, и здесь вы смотрите в Америке, в Канаде, в Украине, в России, в Молдавии, в Эстонии, мы не понимаем. Бог учит. До определенного момента. И Господь учит, преподает очередной урок, человек не понимает. Урок преподает там, сям. В Америке 11 сентября 2001 года, 9-11 знаменитый. Господь преподал урок. Преподал. Хрупкая жизнь. Мир настолько хрупок, сам по большому счету, сам по себе мир, он очень хрупок. 100%. И мир, как взаимоотношение, малейшая искра и взрыв. Как на пороховой бочке. Как на пороховой бочке. Как на пороховой бочке. Это и во взаимоотношениях. Это и территориально. Он очень хрупок. Во всем. Он во всем. Почему Христос сказал, что я даю вам такой мир, это то, с чего мы начинали. Такой мир даю, который мир вам не может дать. 100%. И вот находясь в войне, имея мир в сердце, ты имеешь то, чего не имеют. Никто не имеет. Имеет мир в сердце. Как мы говорим Бога в разуме. Мир в сердце. Потому что мы любим говорить о том, что вот перемирие, которое вот люди делают, там, где какие-то очаги военные, говорят, перемирие, перемирие. Перемирие, пастор Юрий, знаешь, что такое перемирие? Это временный период для перезаряжения оружия. Ну да. Это не мир. Говорят, вот будет перемирие. Он настолько, точно так, как этот материальный мир, хрупок, точно так и перемирие, оно тоже хрупко. Единственный мир, который Бог дает, единственный, незыблемый, непоколебимый, это только Божий мир. Мир мой даю вам. Знаете, Юрий Михайлович, я был недавно на конференции, меня попросил мой друг, пастор из Донецка, поддержать людей, переселенцев, людей, которые оставили вынужденно свои дома, это с Луганской области, с Донецкой, и кто-то сегодня вот с Китаяц, где-то в Киеве, в Днепропетровске, в разных... Вы же прибрежные, вы же прифронтовая зона. И вы знаете, я был настолько просто впечатлен вот словами, которые люди свидетельствовали. Некоторые из них уже давно верующие. И один, я вспомню, свидетельство одного брата, он служитель, по-моему, с Горловки, я точно не помню, город. И он рассказывал, что до событий, которые начали происходить, говорит, у меня было два дома. Один дом он, по-моему, купил или построил, а второй, его отец подарил ему этот дом. И говорит, когда, говорит, в один и в другой дом начало попадать снаряды, да, и говорит, я просто вот в чем был с женой вместе, взяли две сумки, документы, самые элементарные вещи, детей, и говорит, мы уже девять месяцев скитаемся. То есть, где-то они жили в Крыму, потом в других городах, и вот они были на этой конференции, и говорит, то, что мы получили сейчас, говорит, я не могу даже выразить словами, мы стали людьми, которые не приземлены, не пустили свои корни в землю, а вот как будто вот эти вот странники и пришельцы, о которых Библия говорит, что в любой момент, говорит, мы можем оставить эту грешную землю и даже ни о чем не думать, не переживать, не жалеть. И я сидел, я вдохновлял их проповедью, говорил о том, о реальности последнего времени, но когда я услышал эти слова, когда одна сестричка, она только год как уверовала, ей 60 почти лет, и она говорит, вот этот район, через который проезжаешь к Донецкому аэропорту, Пески называется, я проезжал множество раз, когда я ездил в Донецк, летал через этот аэропорт, который сегодня хуже Сталинграда, да, вот выглядит, и я видел эти особняки, я видел эти дома, я видел, что там жили бизнес-люди, которые действительно построили эти многомиллионные, это как бы особняки, и когда сегодня там ничего нету, и эта сестричка говорит, я жила рядом возле этих всех событий, и говорит, когда я, говорит, Бог ей сказал не уезжать, представляете, там нету живого места, говорит, Господь, говорит, мне дал в сердце слово, что я буду тебя хранить среди вот бурь и ураганов, и говорит, когда начинались артобстрелы, говорит, я просто падала на колени, молилась, говорит, я видела реально, ангел стоял над моим домом, и не давал, даже, говорит, снаряды, которые попадали в огород, они не взрывались, и говорит, попал один снаряд, там, говорит, я была сначала шокирована, а потом вспомнила, говорит, что я успела картошку собрать, говорит, моя картошка в погребе, и говорит, такая радость пришла, я когда слушал эти свидетельства, говорю, Боже, только ты можешь реально дать мир, о чем мы говорим, среди войны, среди просто смерть, дьявол, и говорит, у нас домашняя группа проходит в подвале, говорит, наш лидер из Донецка пешком идет, чтобы с нами провести домашнюю ячейку, я сидел, я как будто побывал в параллельном мире, насколько Бог реально дает мир, среди войны, среди, мир не может дать, люди собрались и уехали, потому что они боятся, этот инстинкт самосохранения в тяжелые времена, он присутствует у каждого человека, и каждому человеку свойственно иметь страх, но Христос говорит, не бойтесь, не ужасайтесь, ибо сему надлежало быть, вы оставайтесь верны Богу, потому что если Господь не созиждет дома, напрасно строит строящий, если Господь, 126-й псалом, Давид говорит, не охраняет города, напрасно бодрствует страж, но если Бог охраняет, и если Бог созиждет, ни одно оружие сделано против тебя, не будет успешно, Бог говорит, падут подли тебя тысячи, и десять тысяч одеснует тебя, но к тебе не приблизится, что это? Это реальность того сверхъестественного Божьего покровительства, над нашей жизнью, как верующих людей, и если мы доверяем Богу, я не говорю, сейчас надо быть там, где в самом гуще события, но есть вещи, которые от нас не зависят, есть вещи, которые Бог сверхъестественно, в самые тяжелые времена, а времена, согласно Слову Божьему, они не будут улучшаться, кто-то говорит, да, скоро будет, все договорятся, подпишут, друзья, мы живем в таком мире, в котором, как Библия говорит, мрак покроет народы, тьма покроет землю, и мрак народы, Бог обещал это, и Он просто не виноват, что люди стали на этот путь самоистребления, потому что, начиная с Эдемского сада, и с каждым поколением, греха все больше и больше и больше, и мы видели эти возможности перезагрузить человечество, первый мир погиб от воды, осталось всего лишь восемь душ, Ной, жена, Сим, Хам и Афет и Три Невески, и Бог говорит, сколько раз он давал шанс, новый шанс чистого листа, но это греховная ДНК внутри каждого человека, сын Адама, он наследует этот греховный образ мысли, греховный образ поступков, и мы видим, что просто человечество походит в своей завершающей стадии, когда дьявол просто пользуется грехами, развращениями, и он пришел, как Библия говорит в книге Откровения, с великой яростью, зная, что дни его сочтены, пришел, чтобы как можно больше причинить зла людям, и единственный способ остаться живым и сохраниться, это свое сердце отдать в руки Христа. Есть категория людей, пастор Юрий, я вот слушаю тебя внимательно, и не сомневаюсь, что многие из наших зрителей тоже очень внимательно прильнули к своим телеэкранам. Есть категория людей, которая защищена. Аминь. И единственным шансом для человека сегодня сохранить себя, сохранить свое настоящее и сохранить свое будущее, обезопасить, так скажем, свое будущее, вечность, это войти в то, что названо Церковью Иисуса Христа. Вот этот невидимый, но реальный организм, чем-то и является, является Церковью, вот это гарантия безопасности. Сто процентов. И если человек не понимает этого, вот сегодня вот этот голос для многих из вас, возможно, друзья, и есть этим набатом, и есть предостережением, чтобы войти в Церковь. Я не говорю о стенах, я не говорю побежать и свечку ставить, я не говорю о том, чтобы поклоны бить, челобитием заниматься, я не об этом говорю. Я говорю о чисто первоапостольском, первоевангельском, первоевангельской, как мы говорим, концепции, обучению Иисуса Христа, который идет от начала, от начала зарождения Нового Завета в лице Иисуса Христа. Я говорю об этом, я говорю о том, чтобы принять эту истину, жить по этой истине, исполнять истину, а эта истина, она говорит о том, что жизнь человека как трава. Да. То есть сегодня живешь, сегодня уверен, сегодня наверху, сегодня на коне, как мы говорим, сегодня на коне, сегодня тебе все улыбается, сегодня тебе все клеится, завтра диагноз дали, сколько таких, я встречаю людей, состоятельных, состоятельных, даже в эфире я не так давно делился, делился, люди имеют колоссальное, большое состояние, большое состояние, и в глаза мне смотрит, и говорит, жена моя, говорит, дали диагноз ужасный, я говорю, какой, раковое заболевание, вау, а имеют все, я не буду перечислять, чего они имеют, вот, дабы не увидеть завистливые глаза, но их наших зрителей, да, это не так, но я говорю, но у меня есть ответ, говорю, мы евангельские христиане, и когда я это сказал, я увидел реакцию, я увидел настороженность на лицах моих друзей американцев, когда, пастор Юрий, когда ты говоришь, что ты христианин, это никого не волнует в Америке, как только ты добавляешь слово, евангельский христианин, это имеет свой вес, и это имеет свое различие, потому что 95% американцев христиане, но евангельских христиан значительно меньше, пусть не смущает вас вот этот титул, что Америка христианская страна, посмотри на епископальную церковь, посмотри на англиканскую церковь, посмотри на пресвятерянскую, так называемую церковь, там, где гомики сочитываются, там, где лесбиянок ставят на епископское пастырское служение, это сплошь и рядом, пусть вас не смущаются, пусть не смущают купола и кресты на куполах в Америке, как только ты добавляешь слово, что ты евангельский христианин, меняется атмосфера, как будто краснокожую паспортину по Маяковскому берут, ты помнишь это стихотворение? Да кто же его не помнит? Как будто этот чиновник, начальник этот берет краснокожую паспортину, с презрением берет паспортину, и вот таким образом, не то, что с презрением смотрят на евангельского христианина, но настороженно, ощетинивают, если человек не является, если он является христианином, и он говорит, а им крещен, но как только ты добавляешь в беседе с американцем, что ты евангеликал крещен, он сразу ощетинивается, потому что он начинает тебя, не то, что подозревать, он понял, кто ты есть, он знает, что ты держишься не только буквы, но и духописания, но содержание, совершенно верно. И вот когда я сказал, что евангельский христианин, я говорю, мы используем, знаете, что в этих случаях мы используем, а что? Говорю, молитва срабатывает. Молитва. И у нас завязался разговор. Я к тому, что, вот диагнозы, диагнозы, они сразу блекнет взгляд человека, состоятельного, богатого, политика известного, как только диагноз поставили. Не так давно там умер один или второй сенатор, который вот долгое время с сенаторами был. По 42 года были сенаторами. 42 года. Знаменитая фамилия, не буду говорить, знаменитая в Америке, известная всему миру фамилия. И диагноз поставили, и все. И в 72 года, как мы говорим, сыграл в ящик. Или... К сожалению, так бывает. Бывает, к сожалению. И это, и... Но перед этим внедрял настолько антиевангельский, будучи католиком, внедрял настолько антиевангельские законы в Америке, настолько, и был поборником, апологетом, защитником, и этим, рьяным сторонником евангельским. Ну что ты думаешь, брат мой? Отпели! Царство провели! Вручили в эти похолодевшие руки пропуск в Царстве Божьем дали. Господи, заграни и помилуй. И смех, и грех. И смех, и грех. Совершенно верно. Поэтому евангельские христиане, мы евангельские христиане, вот я на всем и стою, мы говорим, что мы евангельские христиане. Я начал добавлять всегда. Раньше я этого не понимал. Но я знаю на сегодняшний момент, я в Украине пока, наверное, в России до этого не дошло, да? Но евангельские, это категория людей, евангельских христиан в Америке, которые, для которых вот вот это богоотступничество, для которых отступление от основы Писания, от фундамента Писания, это смерти подобно. То есть это и это и аборты. Это вопрос абортов стоит жестко. Евангельские христиане стоят очень жестко. Все остальные христиане нормально. Лояльно. Лояльно, конечно. В подавляющем большинстве отцерковленных американских христиан, если Верховный суд признал, что аборты это нормально, значит, это по Писанию. То есть это Верховный суд или Сенат. Отвергают самый Верховный суд. Совершенно верно. То есть настолько законопослушный человеческому этому закону, человеческому законопослушный, настолько лояльно и жестко привязано к этому, что то, что Бог запретил, это уже размазывается, это уже уходит на вторые планы. И поэтому это закон абортов. это тот же самый закон так называемых однополых браков. Так называемых. Это все, что связано с тем, что Господь говорит, не делай, а мы делаем. Господь говорит, делай, а мы не делаем. То есть и поэтому, друзья, если вот когда я говорю за категорию войти в такую церковь, когда я вам говорю, что есть категория людей защищена, я говорю именно о евангельских христианах. Я не говорю огульно, вот все спасены, поднимите руку и скажите куку. Вот такое наследие, к сожалению, получили церковь на постсоветском пространстве, когда массовыми были массовые евангелизации. Мы же смотрели и были участниками и в Санкт-Петербурге, и в Москве, и в Киеве, в больших городах. Собрали массу людей, 30, 50, 100 тысяч на стадионе. Идет какая-то программа, гремит мощно музыка, идет хорошая проповедь. А теперь вот под впечатлением, под влиянием, я не называю это эйфория, но интерпретируйте как хотите. Но теперь поднимите руку, кто принял Иисуса Христа. Ну, там подняли. О, все, вы спасены. Все, вы спасены, там все, и пошло, и поехало каждому уже удостоверение личности спасенного. до курьезов доходит, пастыр. До курьезов. И когда вы потом перекрещивали вот этих, потом загнали их всех, как Владимир на Руси, загнал всем мечом и копьем загнал в Днепр, покрестил, все, сделал христианскую Русь. Русь христианская без Христа то осталась. Без Христа, совершенно верно. В этом-то и трагедия христианства, христианской Руси, что без Христа осталось. вошли сухие грешники в Днепр, а вышли те же самые грешники, но только мокрые, с которых капала вода, с ушей. И поэтому единственная, друзья, единственная, надежда единственная, это мы к чему говорим? Единственная, это войти в ту церковь, которую Христос основал, не человек, которая основана нечеловеческими какими-то традициями, какими-то обманами, какими-то уловками, какими-то применяемыми, вот смотрите, на первом соборе, на втором соборе. До первого собора, до четвертого века нашей эры христианство держалось. А потом первый собор, а потом второй пошел, Вселенский собор, а потом третий, Константинопольский, по-моему, собор, первый был Никейский, это уже из истории христианства, ну, пошла речь. А потом крещение младенцев пошло. Карфагенские следующие соборы. Это четвертый, это уже пошел в 362 году, да. И крещение младенцев. Затем поклонение святым мощам. Поклонение святым мощам. Затем идет, мы возвели Деву Марию в ранг Творца. Совершенно верно. Ходатая, заступника, предстоятеля. То есть, и оно пошло, и оно и поехало. И когда дошло до того, что, когда Папа Римский встает за ОМОН, он становится непогрешим. То есть, это называется доктрина непогрешимости Папы Римского. Все, что бы он не говорил из-за кафедры, оно является словом Бога, оно не является погрешим. То есть, если он за кафедрой, он не является погрешим. То есть, это сам Бог стоит за кафедрой. Это называется принцип непогрешимости. Или доктрина непогрешимости Папы Римского. То есть, и одно, и другое, и треть. Он хороший, я не против Папы Римского. Вот хороший, и молодец, пусть там спасает свою душу. Он такой же грешник, как и я. Он такой же грешник. Написано, нет праведного ни одного. Господь не добавил, кроме Папы Римского или Патриарха всей Руси. Господь сказал, все заключены в непослушании. Все. Если не покаялся, если будь то Папа Римский, будь то Святейший, не покаялся перед смертью, участь его, участь его, плачевно. Тяжелая участь. Участь его он не получает жребий со священными. В покибытие он не входит со святыми, получая в наследие жизнь вечную и жребий со священными. Не получая в наследие царства небесный Иерусалим, он получает в наследие то, что заслужил в этой мере. Вот дело в том, что я то верю, пастор Юрий, по большому счету, я верю в благодать Господню. Я верю в милость Господню. Я верю в то, что разбойник на кресте в самый последний момент он может давать сертификат и извинения для того, чтобы делай, что хочешь. То, что мы часто слышим. Тебе важно, когда время придет, тогда, чтобы ты покаялся. есть даже такое учение пошло, отвлетвление, это не учение, это заблуждение. Ересь такая, да, отвлетвление, вот такое заблуждение и ересь пошла. Вот, будь уверенный в том, что когда у тебя еще есть дыхание в груди, вот, когда ты еще понимаешь и можешь разуметь, чтобы ты в тот момент сказал там Богу прости. Это уже до этого дошло. Совершенно верно. Ну, вот, недавно смотрел в Ютубе бомбардировки городов некоторых украинских, да, когда видеорегистратор записывает, да, вот едет машина, перед ней пассажирская машина и за ней грузовая машина. И вот просто 11 часов дня Мариуполь, спальный район, здесь многоэтажки, здесь частный сектор и видеорегистратор в один момент просто откуда ни возьмись снаряд и от машины грузовой ничего не остается. И вот всегда в такие моменты, я не знаю, как вы, но я думаю, что то же самое у вас есть в сердце. Один вопрос, был ли человек спасенный? Потому что уже не было двух минут сказать Господи, прости и помилуй за все мои грехи. То есть жизнь настолько вот оборвалась, что человек, выезжая утром из гаража, он не планировал, что он не приедет назад. То есть настолько мы живем в таком непредсказуемом мире, что откладывать момент покаяния до лучших времен, как некоторые говорят. говорят, ну я еще молодой, я не нагулялся, я еще хочу от этого, от этой жизни взять все, что можно. И знаете, мы живем в таком нестабильном мире. И вот, Юрий Михайлович, я с вами сто процентов согласен, подпишусь под каждое ваше слово, что единственное убежище, которое может сохранить нас, это то, что создал Иисус. И поверьте, он не ошибся, когда он сказал в Матфея 16 главе, я создам церковь мою на этой земле, которую врата ада не одолеют. Сатана пытается просто людей убить на самом интересном, на пике карьеры, на пике богатства. Ну, есть вещи, которые никогда не купишь за любые деньги. Есть спасение, спасение души. И просто, может быть, кто-то сейчас смотрит эту программу, и вы как бы раздумываете, а на самом ли деле мне время сегодня стать частью церкви. Церковь это не купола, церковь это не стены, это как бы ваша душа, которая должна стать частью бога на этой земле. А церковь это люди, которые искуплены кровью Агнца. И мы говорили о том, что в этом мире так много зла, несправедливости. Помните, в Египте, когда 10 казней египетских происходили, написано, что евреи жили среди египтян. Практически они жили на одной территории. Но ангел-губитель, который шел над израильскими домами, он проходил мимо. Почему? Потому что на косяках домов была кровь пасхального Агнца. То, что Пасха называется. То, что называется Пасха. Сегодня кровь Агнца Божьего Иисуса Христа на косяках нашей жизни, на косяках наших детей, на косяках нашего бизнеса, служения. И ангел-губитель, который хотел бы что-то сделать против нас, он не может это сделать. Как он проходил мимо жилищ евреев, а первенцы Египта, они были все истреблены за одну ночь. Даже сын фараона, представляете, царь, который обладает несметным состоянием, возможностями, медицина, докторы, все, не смогли предотвратить трагедии смерти собственного первенца. Это катастрофа, это то, что, как прообразы в Ветхом Завете, если брать локально, в масштабах одной страны Египта, то глобально в масштабах мира мы видим то же самое. Я верю, что Бог своих хранит. Я верю, что эти обещания падут возле тебя тысячи, десять тысяч одесную тебя, но к тебе не присблизится этот 90-й псалом, который многие читают, и они думают от того, что они будут как мантру повторять, что-то изменят. Нет, только если вы будете частью Божьего народа, если вы свое сердце посвятите Господу, станете церковью, которая состоит не из кирпичей каменных, а это живые люди, это евангельские ценности, доктрины, это полное упование на Слово Божьего. И вообще, я скажу вам, не существует коллегиальной веры. Есть только лишь персонально. Праведный своей верою жив будет. Праведный тот, который оправдан кровью Иисуса, которого имя записано в книге жизни. Если у него будет вера и доверие, он не будет среди бури как-то вести себя неадекватно. Он возложил свою надежду на Бога. Бог хранит его, Бог защищает кровь его сына над этим человеком, поэтому ему не страшно. Он находится в состоянии мира, покоя, он знает его жизнь в руках Господа. И без воли Божьей ни один волос с головы не упадет. Представляете, это не просто тело-хранители, которые в секьюрити тебя защищают, твое тело. Твою душу Господь защищает, твой дух Бог защищает, ангелы хранят, на всех путях не прикоснется к тебе ни одно зло. Язва не приблизится к жилищу твоему. Это сверхъестественная возможность находиться в спокойствии в этом беспокойном мире. Это потрясающе, то, о чем ты говоришь. Я вот вспоминаю, вспоминаю, что неоднократно говорили нам, неоднократно говорили евангельским христианам в Украине, еще в бывшем Советском Союзе, подмечая и признавая факт того, что, говорит, вы какие-то необычные люди. Вы какие-то люди необычные. И подтверждением это, подтверждением этому является то, что, когда этих необычных людей невидимая рука Божья перевела на другой континент, когда мы встречаемся с этими людьми сегодня, они говорят, мы давно узнали, мне один говорит, давно было замечено, что вы какие-то... Не такие, как все. Я говорю, мы небожители, я люблю это, говорю, я всегда был небожителем. Хотя в молодости там, ну, всякое могло быть вот в подростковом периоде, но я небожитель был еще от утробы матери. Поэтому говорю, я вспоминаю, знаешь, у нас там было объединение на Западной Украине, где я перед Америкой работал, и замгенерального был Сергей Модестович Кондрат. Перед этим он был замгенерального директора КАМАЗа. Его перевели на Западную Украину, дабы поднимать это большое объединение, которое страны СЭВ, страны экономической взаимопомощи, Варшавского договора построили в Нововолынске большое объединение специального технологического оборудования. Так вот, он почему-то мы ему полюбились, мой брат работал там, старший, Аллах Чернецкий, ведущий программы Героев, и я, мы инженерами работали. И вот он был к нам привязан, и он неоднократно мне говорил. Мне потом сказали, что на сегодняшний момент у него стоит тарелка, да, на Уолынске, да, я с ним переговаривал, спутников, это он принимает импакт. Я приветствую вас, Сергей Модестович, приветствую вас, да. Вот, и он говорил, когда я ему подарил Библию, такую, гетцовскую, красивую Библию перед отъездом в Америку. И он говорит, я всегда знал, что вы какие-то другие. А я говорю, небожители, Сергей Модестович, небожители. Эта женщина с Германии, живет в Германии, говорит, я так, говорит, полюбилась быть частью вашей семьи. На импакте, да. И мне так приятно. Если вы смотрите, я обязательно вам отвечу. И это то, что называется семья. Вот, когда ты чувствуешь поддержку друг друга. Вот такие христиане евангельские, когда мы молимся друг о друге, когда мы любим, когда мы ценим, когда мы помогаем друг другу. Вот вдохновляем друг друга, поощряем друг друга. Когда мы говорим, слушай, держись, Господь на твоей стороне, Господь с тобой, Господь в тебе. Слушай, как ты говоришь, ангелам своим заповедуют о тебе, понесут тебя на руках своих. Да не приткнешься камень ногою твою. Это продолжение этого стиха, о чем ты говорил. И поэтому мы приглашаем вас в такую семью. Мы приглашаем вас в такую среду. Среду не как день, недельный, но среду как общество Божьего святого народа. Да, с недостатками, да, со своими слабостями, с трудностями, проходя долиной даже смертной тени, проходя долиной плача, проходя долиной одиночества или трудностей. Псалмопилец говорит, не убоюсь зла, ты со мной, твой жезл и твой посох. Они успокаивают. Это то, о чем Христос сказал, мир мой дом. Вот это успокоение, вот это покой. Это причина, почему человек в экстремальной ситуации ведет себя адекватно, уравновешенно, спокойно, потому что с ним Бог. А если Господь с ним, то какой враг может противостоять? Еще раз, вот это свидетельство сестры из Донецкого аэропорта, которая живет, она говорит, все уехали, все, говорит, все дома разбиты у соседей. Говорит, мой дом, говорит, целый, единственный, стекла повылетали из-за этой волны взрывной. Но, говорит, я просто знаю, когда я молюсь, Господь рядом возле меня, Он со мною. Говорит, просто на меня смотрит, как на какую-то белую ворону среди воронья. Да, мы такими являемся. Мы, может быть, часто не замечаем, но люди этого мира, они что видят? Помните, когда Петр отрекался от Христа, он был там среди слух, служанок, и к нему трижды приходили и говорили, ты был с ним. Не-не-не, я не знаю его, не-не, я не был, да не обманывай, у тебя глаза светятся, у тебя лицо такое, у тебя улыбка, да, ты сейчас беспокоен, но мы чувствуем твой внутренний мир, потому что дам вам такой мир, какой мир не может дать. Несомненно. И люди возле нас, я слышал свидетельства, даже во время Великой Отечественной войны, когда начинались бомбардировки, и люди были в бомбоубежищах, то если там находился верующий человек, они к нему все слепались, потому что они знали, на это место не упадет бомба. Вау. Я слышал, я верю, это сегодня происходит на Украине. Господь своих хранит, поэтому что вам терять? Приходите к Богу такими, как вы есть, Он даст вам мир, ни антидепрессанты вам дадут мир, ни какие-то ауди-тренинги или какие-то, знаете, другие обстоятельства, абереги, как у нас на Украине, какие-то нарисованные целые там иконостасы, не-не-не, друзья, мир дает живой, реальный Бог, и Он даст, может сегодня дать вам, если вы, конечно, этого захотите. Пастор, спасибо. Инициатива от человека. Спасибо, пастор. Мы еще будем с тобой встречаться во время твоего приезда в период. Друзья, будьте благословены. Welcome to the family, как мы говорим. Приглашаем вас в семью Божьего народа. Иисус Христос любит вас, мы также любим вас. Будьте благословены. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин